Вопрос к родителям. Что ваши дети никогда не должны узнать о вас? Что Бэтмен, который звонит им, когда они плохо себя ведут, на самом деле мой коллега-араб, который ругает их по-арабски. Как это вообще началось? Мой шестилетний сын, большой поклонник Бэтмена. Мы сидели за обеденным столом, и он не ел свои овощи, поэтому я сказал ему, Бэтмен, хотел бы, чтобы ты ел овощи. Затем он сказал, ты не знаешь Бэтмена, а я ответил, что знаю. Он снова сказал, что нет, а я сказал, что знаю и могу это доказать. Он сказал, что я не могу этого доказать. Поэтому я позвонил своему приятелю по работе, Али, сменил его фото в контактах на фотографию Бэтмена, попросил его перезвонить мне и сказать моим детям, чтобы они ели свои овощи голосом Бэтмена, что он и сделал. Выражение их лиц было бесценно. Пока Али рассказывал им о том, что нужно есть овощи, в комнату вошел его брат и заговорил по-арабски. Так что теперь мои дети верят, что я знаю арабского Бэтмена. Что я понятия не имею, что делаю. Я буквально такой же, как мои дети, только на несколько десятилетий старше. Я не стал внезапно взрослым человеком. Я люблю поспать, конфеты, валяться на диване, бормоча себе под нос, быть в тепле и уюте. Я все еще боюсь темноты, не люблю ходить к стоматологу, все время обо всем забываю. Я сознательно заставляю вести себя, как некая гипотетическая взрослая личность. И мне стоит огромных усилий не думать слишком часто о таких вещах, как ипотечные платежи, ответственность, обязанности. Если это захлестнет меня, я буду парализован страхом. По сути, я взрослый ребенок, который тоже не знает, что делать. Что я бросил среднюю школу и не получил аттестат. Я хочу, чтобы моя дочь закончила школу, а не сказала мне, ну ты же бросил учебу, почему я не могу? Что я ненавижу быть матерью. Я любила своих детей, заботилась о них и отдавала им все, что могла, но я действительно не получала от этого удовольствия и не буду делать этого снова. Я была замужем и полностью поглощена материнством в свои 20 лет. Я бы сделала все ради своих детей, но материнство мне никогда не нравилось. Что после того, как я развелась с их отцом, я много гуляла, развлекалась и наслаждалась каждой минутой своей свободы. Что я собралась силами ради них, хотя мне просто хотелось сбежать. Что я все еще здесь из-за них. Что я познакомилась с ее отцом на сайте знакомств BDSM. И что мы обычно не занимаемся этим без грубостей или подобных штучек. Или о нашем ящике для веселья. Я надеюсь, что ваш ящик для веселья заперт и надежно спрятан, потому что однажды я нашел ящик для веселья моих родителей. Для ребенка это было не столько весело, сколько совершенно запутанно и неловко. А затем пришло просветление. Я был наркоманом в течение многих лет. Моему сыну было 8 лет, когда я наконец покончил с этим. Я лично считаю, что когда ваш сын достаточно подрастет, вы должны сказать ему. Никто не имеет больше прав говорить о зависимости, чем тот, кто был там и вернулся. Если что-то и удержит вашего сына от наркотиков, так это ваш собственный опыт. Конечно, это всего лишь мое мнение. Что мне иногда хочется, чтобы сын был нормальным. Диагноз аутизм ему поставили 2 года назад. Сейчас ему 5 лет. Потребовалось много тяжелой работы, чтобы достичь того, что мы сейчас имеем. Он учится в обычной школе. Он начал говорить, пусть даже это повторение чужих слов. Он начал учиться читать и писать. Он получает много похвалы от своих учителей. И я не изменю его ни за что на свете. Он тот, кто он есть, и я люблю его. Но время от времени я обеспокоюсь о его будущем. Сможет ли он жить самостоятельно, когда меня не станет? Найдет ли он когда-нибудь работу, девушку? Сможет ли общаться со сверстниками? Сможет ли поддержать беседу? Пойти и заказать еду в ресторане? И когда он срывается, потому что его обед не того цвета, или что мы пропустили название цвета одной машины на улице, я иногда думаю, почему ты не можешь просто быть нормальным? И я ненавижу себя за это. Скорее всего то, что у меня был тройничок с их матерью и крестной. И это случилось не единожды. Их крестная в то время была одинока, и мы были намного моложе. Просто это то, что мы обычно делали, когда тусили вместе. Как-то вскользь мой отец сказал мне, что они решили завести второго ребенка, меня. Только в качестве запасного варианта, если что-то плохое случится с первым ребенком. Я немного умер внутри. Мой отец говорил мне что-то похожее, только в моем случае я был старшим. Он стирал белье, и я упал с сушилки и ударился головой. Папа, этот не протянет долго, лучше заделать еще одного. Практически все, от средней школы до колледжа. Особенно, когда меня рвало повсюду на домашней вечеринке, и хозяйка дома отвела меня в ванную, чтобы отмыть. Затем я попросил ее уйти, чтобы я мог сходить по большому, а затем попросил ее прийти, чтобы вытереть мне задницу. К счастью, она этого не сделала. Но это не значит, что другие люди на вечеринке не слышали, как я просил. Бедная девочка, она ничего из этого не заслуживала. Что я очень-очень хотела мальчика, но после того, как она родилась, я была счастлива, что у меня девочка. Что это я выключаю телевизор вторым пультом, и на самом деле он не выключается автоматически после 30 минут работы. Что когда моему 4-летнему сыну поставили диагноз «рак 4 стадии», и он спал со своей мамой, я спал в его постели и плакал всю ночь, думая о том, как я смогу объяснить ему, что такое смерть. Изменено, он не умер, и мне не пришлось объяснять ему это. У него уже 5 лет нет рака. Но в течение многих месяцев мы не были уверены, что ему удастся победить болезнь. Она распространилась по обоим его легким. Недавно он спросил меня, что мы чувствовали, когда он проходил через это. Он почти ничего не помнит. Он спросил, плакали ли мы. Во время всего этого кошмара мы старались быть очень позитивными, когда были рядом с ним, чтобы не волновать его. Что я запирался в ванной не потому, что меня тошнило, когда мы жили в голубом доме в Фелиде. Ты была слишком мала, чтобы подумать что-то другое, потому что папа вел себя странно и издавал смешные звуки через дверь в ванной. На самом деле у меня был передоз, и если бы ты не сказала маме, когда это случилось, парамедики не добрались бы до меня вовремя. Ты спасла мне жизнь, Лизя. Когда я думаю об этом, чувство вины и стыда, смешанное с благодарностью, переполняет меня, и я начинаю плакать, что я жив. Когда я служил, от меня забеременела одна девушка. Хорошая девушка, армия США. Мы встретились с ней, когда я стоял в карауле и просто сошли с ума. Она вернулась домой и в конце концов рассказала всем, что я умер. У нее есть целая история для нашей дочери о том, как мы встретились, полюбили друг друга, а через два дня я был уже мертв. Что-то вроде героического поступка, чтобы спасти ее маму или что-то в этом роде. Итак, моя маленькая девочка растет, думая, что ее отец был каким-то героем-рыцарем в сияющих доспехах. Правда в том, что я чертов монстр. Я никогда с ней не встречусь. Я не хочу разрушать ее жизнь, говоря, что ее папа не герой, а скорее злодей. И вдобавок, я думаю, если бы она узнала, что мама лгала ей, это испортило бы ей всю жизнь. Что у меня была интрижка с тремя учительницами своих дочерей. Это немного странно и грустно, но ребенок, которого мы растим, не наш. Мы любим его и не хотим, чтобы с ним что-нибудь случилось. Мы не знаем, что случилось с нашим ребенком. Однажды мы с женой наткнулись на одну статью и были удивлены, обнаружив, что у него не может быть голубых глаз. Ни у моих родителей, ни у родителей моей жены не было голубых глаз. И все же у нашего ребенка голубые глаза. Это генетически не могло произойти. Так что в какой-то момент, в прошлом году, мы сделали тест на отцовство и тест на материнство. Мы не родители. Иногда я задаюсь вопросом, как на самом деле выглядит наш ребенок. Но я боюсь, что если мы решимся на то, чтобы узнать, нашего сына заберут, и мы никогда не увидим его снова. Я писатель и довольно хорошо известный. Мои дети знают об этом, а также знают, что я еще занимаюсь искусством. Я надеюсь, что они не догадаются, что большая часть моих работ, которая оплачивала счета за последние 10 лет, была чрезвычайно откровенной гей-эротикой. Я бы не возражал, чтобы мои дети знали, когда они станут достаточно взрослыми, но я подозреваю, что это приведет к некоторым чрезвычайно неловким разговорам. Я не хочу, чтобы они когда-либо узнали, сколько раз я отказывалась покупать еду или одежду для себя или своего мужа, только для того, чтобы они могли иметь хорошую одежду и настоящий завтрак и ужин. Когда они оба нуждались в занятиях с логопедом вне школы, мы отказывались от свиданий и встреч с друзьями, оставались дома и играли в видеоигры в качестве развлечения, потому что это было гораздо дешевле, чем встречи с друзьями и родственниками раз в неделю. Вот как мы экономили. Все это окупилось. Сейчас им 19 и 21 год, и они могут свободно говорить и общаться. А свидания снова стали для нас обычным делом в последние два года. Когда я учился в восьмом классе, еще на заре интернета, я узнал все о взломе и фишинге и стал этим промышлять. Благодаря этому занятию я смог покупать компьютерное оборудование на тысячи долларов. Я настолько обнаглел, что стал заказывать доставки поближе к дому, например, по соседству. Меня вычислили, но так и не выдвинули обвинений. Я не горжусь этим. Абсолютная ненависть, которую я испытываю к их бабушке. Со стороны их мамы. Моя мать просто святая. Она никчемный человек, и в течение многих лет, что она жила с нами, я считал ее своим старшим ребенком. Мне приходилось обеспечивать ее крышей над головой, едой, деньгами и другими основными вещами, которые она была совершенно не в состоянии обеспечивать сама. Я действительно просто жду того дня, когда узнаю, что она покинула этот мир. Я не хочу, чтобы мои дети когда-нибудь узнали, что когда-то я был телохранителем и был вынужден причинять боль людям только для того, чтобы защитить других. Насколько им известно, я всегда был обычным пекарем. Единственное, за что мне должно быть стыдно, так это за то, что я бросил школу, ушел из дома в 16 лет и стал настоящим бродягой. Я ездил автостопом, жил в грузовиках и мусорных контейнерах и делал все, что хотел. Я не мылся неделями, иногда месяцами, за исключением купания. Я делал грязную работу за деньги. Я шел туда, куда хотел и когда хотел. Меня депортировали, сажали в тюрьму, избивали. Большую часть того периода жизни я хотел бы не помнить. Я протрезвел и стал полной противоположностью, как только стал отцом. И они, вероятно, никогда не услышат об этом. Моя дочь знает, что я полицейский. Чего она не знает, так это того, что я убил того, кто пытался убить меня. Все, что ей нужно будет сделать, это погуглить мое имя. И я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.